Мартин, здравствуйте. Итак, вот этот сверстанный Евгением файл. Вот то, что сейчас есть. Вот мы ставим сюда направляющую. И смотрите, вот я выделяю этот текст. Вот выделяем этот текст, и тут это слово прицепилось. Сейчас мы с ним разберемся. Вот если по средней длине строки, получится вот так. Вот она смещается сюда, и я считаю, что это не очень красиво. Поэтому давайте Ctrl-Z откатим. Запустим еще раз. И по самой длинной строке. Ну вот по самой длинной я считаю, что нормально. За счет того, что вот это слово, так скажем, служебно, оно не находится за этим словом, оно не влияет. А вот здесь оно, видите, оно влияет. Заходит. Представляете, что здесь будет, если здесь выделить. Выделяем. Запускаем. Вот по самой длинной строке получится вот так. Ну, я считаю, что это красиво. То, что здесь по средней длинной строке, в данном случае. Ну, вот то, что по этой направляющей. Кому-то бы Евгений так и делал. Теперь давайте вот с этим, с этими словами разберемся. Что я предлагаю? Я предлагаю их опускать на отдельную строку. Ну, с этим надо работать. Сейчас выделяем. Shift 11. Делаем без стиля. Поднимаем вверх. Тут тоже самое сразу пока видим. Там какой-то стиль был. Я не помню, какой, но не важно. Теперь смотрите. Если вы сделаете вердана... Вердана. Так. Это без стиля. Сознаем. Сознаем. Стиль абзаца новый. Поставлю решеточку. Что-то я сделал в стиль. Stig Style. Вот он, вердана. 11 на 12. Русский язык. Вот отбивка не по левому краю, а справа по нулям здесь. Это уже не нужно здесь. Поскольку правый край будет. Окей. И вот мы его... Да важно, не важно. Так и не важно, что делать. Главное, что мы сделали этот стиль. Тут у меня ничего нет. Он сейчас будет приложен. И смотрите, что я предлагаю. Выделяем. Запускаем скрипт. Говорим по самой длинной строке. О стиле обрабатываемого текста. Здесь, в последнюю строку, у нас... Что у меня там стих ставил, да? Вот он. И выключить по предпоследней строке. Вот видите, вот он выставился по правому краю этой строки. По-моему, это красиво. Здесь выделяем, запускаем. Он не хочет, потому что у нас... Наверное, потому что переходит с одной полосы на другую. Ну ладно, попробуем сейчас. То же самое. И вот он у нас туда не попал. На ту строку. Он на ту строку не попал, потому что у нас здесь есть сноски. У нас здесь есть сноски. Почему-то очень высоко поднятые. Ну вот, вот так можно нахибичить. Так. Сейчас подумаем. Если начинаем уменьшать... Вот тут уже нельзя. А вот так еще можно. И это, по-моему, нормально. Пока я предлагаю. Я пока просто предлагаю. Теперь здесь у нас... Вот здесь у нас нет этого названия, поэтому выделяем. Ой, куда я сценарий-то делал. Надо их вот так задвинуть, чтобы они были и в то же время не мешали. Запускаем. Это снимаем, чтобы они не не участвовали. И вот все встало. Последний... Здесь можно квадратно не рисовать. Все будет так, как нужно. Ну, сейчас на шестаковой есть вот так. Выделяем. Ну вот, все. И инструмент есть. Можно делать... Получается, что каждый стиль будет... Ну, вот не только какая-то серемяга, что вот так. Вот здесь нужно будет что сделать? Так. shift 11. Без стиля выделяем этот текст. Видите, я даже... Вот тут стиль стоял, не назначаю. Это скрипт сделает. Включаем определение. У нас стоят только вот эти флажки работы, которые установлены. По самой длинной строке. Вот стихотворение поместилось. Эти расстояния выровнены. И название стиля стиха выровнено по правому краю. Красиво сделано. По крайней мере, это будет все единообразно, и это... Это красиво. Здесь этого нет. Снимаем. Все. И тут то же самое. А не, а тут... А не, вот смотрите, какая здесь штука есть. Вот в этих стихах... Да, я считаю, что это нужно Евгений делать все-таки. Он начал, нужно закончить. Вот в этом стихе и в других тоже. Вот здесь тоже. Тут была... Небрежность набора, которую до тех статей, похоже, не учитывает. Надо будет посмотреть этот вопрос. Тут, если есть табуляция, вот такая в конце, она остается. И она может влиять. Вот я сейчас ее убрал, запускаем. Сейчас гарантированно она не будет влиять. А так она тоже учитывается. Вот когда запускаете, вот можете видеть, что здесь такой символ мелькает, а потом исчезает. И это служебная сила работы этого скрипта. Так. Ну, вот здесь у нас то же самое. переводим без стиля выделяем, запускаем, включаем, перемещаем. И все отлично работает. Даже ничего придумать нового не надо. Все уже есть. Астролябия сама меряет. Вы здесь видите тоже есть табуляция какая-то. А нет, или тут сноска есть у нас. Тут какой-то значок. Я не знаю, что это такое, значок. Нужен он или нет. Да, будем считать, что он не нужен. Давайте мы его уберем. Выделяем. Запускаем. Отключаем обработку в последней строке. и выравниваем. Тут то же самое. Лишняя табуляция вот эта. Вот видите, тут тоже была табуляция. Она изменена на пробелы. Я считаю, что это лучшее решение, чем выставлять конкретную, конкретный шаг табуляции. Потому что если ставить пробелы, то мы вольны двигать этот блок вправо-влево так, как нам надо. Если постоянно табуляция, табуляция будет привязана к конкретному значению. то есть я долго думал об этой программе, долго искал варианты. Я считаю, что найдено правильное решение. Здесь строки нет, нижний, значит, просто переместить. вот видите, если она пока горит, вот ее уже нет. Служебный символ. Здесь то же самое, какая-то табуляция болтается. Мы ее убираем. В общем, что-то я прям увлекся. Не, ну что, оно работает, работает. Табуляцию убрать. Ну вот, давайте вот еще сделаем, прежде чем я закончу это видео. Выделяем. Нет стиля. запускаем, включаем. Да, и вот вот это, если 11 нажать, вот это уже стих стайл. Плюсик, потому что мы подвинули его в сторону. Но это нормально. и здесь то же самое. Опускаем вниз. Выделяем без стиля. Выбираем. все включено. Просмотр. Ну вот, ну вот так. Все, что вы хотели, сделано. Все. забыл, я все установки этого скрипта. На самом деле, тут с этой табуляцией можно бороться. Все это сделано. Смотрите, вот я выделяю текст, какой-то стихой, здесь табуляция это и есть. Вот здесь флажок подготовить текст к верстке. Тот он был снят. И тут можно оставить разрывы строк, заменить их на перевозы строки. как есть, так есть. На случай все нормально. И теперь переместить. Вот эта табуляция уже не стала. А. сейчас. В общем, он все сделал, но только вот это мы забыли снять. Ctrl-Z откатываем назад. Вот она появилась. Запускаем. Вот надо было снять вот обработку последней строки. А флажок этот оставить, он запоминается. По самой длинной строке подойдет текст к верстке. Заметь в начале стоки табуляция подойдет пробелов. все здесь нормально. Все, и этой табуляции здесь нет. Она больше не влияет. Тут тоже самое можно. Вот она здесь есть, видите, сколько тут даже две табуляции. подойдет текст к верстке. Стоит, флажки сняты про последнюю строку. Вот все работает. Все нормально. больно. Вот